у меня вопрос про магнитизма и тех структуры откуда он все-таки берется по вашему мнению а вот смотрите когда я показывал как идут траектории и возникает единый спин в предлежащей всей системе именно он и упорядовывается сильными магнитными полями поэтому до одного имена гранта в 10-19 центров что независимо было в эмсе показано что мы правильно как думаем и определили экспериментально они все в одну сторону вас появляется куда не знают в какую сторону поле внешне мука конечно бы внешние поля там шесть этих сама как не вызывается самый лучший когда песок 6 тестов там были большие полю и поэтому в нем они упоряд сюда и в одного имена грамм они не обязательно шары это могут быть полиэдры это могут быть различные структуры от двух до пяти дело в том что там нижняя граница определяется тем что у вас фактически ядерные спины электронные спины как раз взаимодействует они делают единую целостную систему а дальше если вы начинаете расти там темный лес почему nv-центры что такое nv-центры это фактически азот ну вакансия вместо углерода сидит кристаллической в кубической структуре поэтому их получают правильным образом крошением то есть когда крошат дробят фактически природный алмаз синтетический и у вас остается и кристаллическая структура этого а дырка от пяти до двадцати нам в общем темный лес но я ответил на ваш вопрос да то есть не может быть так что например один микрон дальше идет пять микрон а они все что выше 20 на это уже все микроны микронах там всегда уже кубическое поле там на самом деле происходит удивительная вещь у вас вот эти вот где могут проходить паулевские токи когда у вас не спарен они уже локализуются и вас согласуется локализованная структура поляризации с уже всем так сказать кристаллическим полем вы сказали что мы сказали что там графан образуется мы такого не говорим никогда луковица 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 да можно сказать то есть мы всегда говорили что алмаз вот такой маленький он всегда стабилизирован какой-то шумом либо это всегда замыкает в лучшем случае скажем водородами владелец я сегодня доказываю что фактически он стабилизируется тем что вот эти идут паулевские перестройки они коллективные всей системе именно этим он стабилизирует про химии химия поверхности что вот такого алмаза просто не существует никогда ну так вы же пейте сереже как сделали вы пассивировали алмазные колобки с помощью пироуглерода и который если нормально тоже что все практически почти до оба ресторана обрушили шквал цунами прочей информации более без песни да ну вот хочется хотя бы немного знать достоверно начнем с поле монтан да да монтан геомонтан там и находит еще более крупный значит это значит начало и она реальная и раз получают но не алмазного конденсированного состояния теперь значит есть взрывной на на ума больше 6000 атомов диаметром среднем больше тысячи лет я думаю с этим вы не будете спорить от 1000 до 25 не будем спорить по моим лорчан а может ли быть вот во всем этом интервале от поле монтанов до на на алмазах кристаллик полностью свободный от углерода значит кислорода и азота а только покрытые с поверхности царь связи или теория это запрещает нету девушка спрашивала я забыл про один барьер сказал я вам отвечаю уже я не закончил ответ как раз более спрашивает про эту вещь а снизу а я говорю а снизу классная вещь до тех пор пока c13 у вас меньше 12 и штук у вас в этих монтанах но нету возможности общий электронный спирт завязать до ядерный спирт то есть фактически магнитон не дает возможность получить полностью гидрированный на на кристалл алмаза как нельзя можно получаю же вот они ну спасибо тоже гидрофобные так и получают дело в том что когда я говорю о том что вот эта вещь которая потом тривиально будет алмазный компас или колобок на поверхности это у вас графан только одна сторона его вросла структура с графа на может быть на на кристалл алмазы я же говорю все колбсе алмазы на поверхности стадии же т-слой то есть циклогексановый слой которому уже дальше функциональный групп природная электроника из название как на сегодня с основным вот и все время речь идет о двумерных системах я говорю что самым главным игроком будущие углеродной электроники спинтроники и других направлений функциональных материалов будет конечно трехмерная структура кубического колобка и клубе кубического алмазного колобка так каждый следует ли обувь где-то электроника а где ток в графене это в том что в графенном слое нету тока это вас поляризация всех поэти электронов вот так вот идет а в алмазом колобке у вас происходит хитрое что у вас внутри колобка спина в итоге это понятно вот я не кинет сейчас скажем где почему уже и когда вы колобок помещаете первым у вас возникает электроника в том плане что у вас не до конца вас понимаете это держать все вещи со сверху световой скорости идут и в результате они припрыгают надо за другую и пользуясь конечно промежуточными пациентами первого углерода и через них они создают или систему электронного переноса